Доброе утро, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Вчера искупалась, легла спать, поэтому у меня сегодня такой вот шухер на голове, абсолютно без макияжа. Сейчас как раз буду делать мейкап и быстренько снимать для вас мук-банк, потому что встала я поздно, режим никак исправить не могу, мне постоянно хочется спать. Не знаю, с чем это связано, надеюсь, что ничего плохого. Делала макияж, на середине процесса мне позвонили, сказали, что ваша посылка с сайта SHEIN уже внизу. Это компания Aramex, они очень хорошо, быстро доставляют, прям домой, очень удобно. Я сейчас пущусь и возьму свои вещи, как раз сниму вам распаковочку. Хотя у меня прям тон на губах, макияж наполовину, но ничего. Кто меня увидит внизу, надеюсь, никого не встречу. Ну все, забрала посылочку. Хотя она выглядит очень маленькой, всегда так, а потом 10 вещей выходит из этой посылочки. Иду домой сначала на банк снимать, а потом уже на спаковку. Ну что, посылка уже у меня. Здесь должен быть купальник, два платья, одна большая футболка, ремень, ведь я даже наизусть знаю, и еще что-то. А сегодня у нас мукбанк с обычным пинкалом азербайджанским, с мясом. Вот так вот разрезали, это все сварим и будет обалденный пинкал с мясом и с лучком. Но для начала нужно привести себя в порядок. Я не ожидала, что посылка придет настолько быстро, это, конечно, хорошо, приятно. Но дело в том, что недавно на моем канале уже была распаковка с сайта Shein. Поэтому я думаю, что, наверное, выложу где-то через дней 15, возможно, 20. Хотя навряд ли у меня хватит терпения оставить это видео просто где-то в долгом ящике. Ну, посмотрим, видно будет. Вот, просто последняя распаковка так не особо набрала на самом деле, но вещи мне все равно нужны были. Мне нужен был ремень, мне нужен был новый купальник, выбросить этот бабушкин уже. Хотя погода, вы знаете, очень даже прохладная, даже не до моря. Я знаю, что если даже мы пойдем, просто позагораем, а искупаться так и не сможем. Но на всякий случай купальник все равно я себе приобрела. Потому что у меня все один купальник, был второй, я его подарила, потому что он мне уже мал. Вот, поэтому вещи необходимы. Я не заказываю чисто для распаковки, чисто чтобы вам показать, а по мере надобности. Вот мне что-то нужно, я заказываю. Прошлая распаковка, там была куча комментариев, что все платья однотипные и так далее. Здесь тоже есть наподобие тех платьев платья. Мне нравится, это самое главное. Если вам не нравится, вы можете не заказывать, вы можете заказывать другие фасончики и так далее. Самое главное, чтобы мне было комфортно в том, что я ношу. Признаюсь честно, у меня не хватило терпения и мне было очень-очень любопытно, смогу ли я влезть и будет ли мне удобно в этой обуви. Потому что, как я поняла, я немного промахнулась с размером. Это почти самые маленькие 5,5, там есть 5,0 и 5,5. Я взяла 5,5 и вы знаете, как раз мне. Сейчас кладу обратно вот сюда и снимаю для вас распаковочку. Но обувь, конечно, обалденная. Мне очень нравится цвет, фасончик. Здесь вот такой вот квадрат. Тоже очень сильно и интересно. Хулиганье! Твикс! Хулиганье! Сейчас, кстати, мне написала Жоли. Я вроде собиралась переделывать себе ноготочки, которые изрядно прям выросли, отросли. Уже отклеилось кое-где кое-что. Смотрится не очень. Хотела переделывать. И написала Жоли, говорит, давай поедем на бульвар, погуляем, поболтаем. Я подумала, почему нет. Решила поехать. Немножко развеюсь, как раз вам покажу бульвар. Она возьмет с собой своего Тамерланчика. И тут передо мной встает самый главный вопрос. Имея теперь такой гардероб, нужно подумать, что же красивенького надеть. Вот незадача. Сейчас буду все это перемеривать и думать. Потому что через 40 минут уже Жоли будет внизу. Поэтому думать надо резче. Кстати, вот это платье, которое я вам показывала в распаковке. Мне оно очень нравится, но оно немного в области бедер мне маловато. Поэтому я думаю подарить Жоли. Но еще непонятно на ней, как будет сидеть. Если ей понравится, я думаю подарить ей. Люблю я такие собирашечки. Надела это платье. Мне оно очень нравится. Как раз село обалденно. Все, что не нужно, закрывает. Все, что нужно, открывает. Опять эта музыка. Прикиньте, я вам снимала истории. И все заметили, что опять на фоне эти песни. Как это меня бесит. Как это меня раздражает. Быстрее бы переехать на свою хатку. Но это дело еще непонятное. В общем, сейчас нужно подправить немножечко макияж. Уложиться. Хотя волосы и так, и так себя прекрасно чувствуют. Они у меня прямые. Вот. А платье однозначно. И это надо решить, что будем делать с обувью. Есть два варианта обуви, которые я могу себе позволить сегодня. Либо вот эти вот, которые я вам показывала ранее. Это шин. Пришли сегодня. Сегодня же я хочу затестить. Или же кроссовки. Жоли, правда, сказал, что она будет в кроссовках. Поэтому я сейчас думаю, может мне тоже в кроссовках пойти. Просто они не первой свежести, их пожелательно постирать. А еще дело к вечеру. Поэтому даже не знаю, в чем пойти. С собой возьму вот эту сумочку. Хотя она совсем не сочетается с моим прикидом. Просто она максимально романтичная и нежная. С платьем самое то. Ну все, я в лифте. Спускаюсь. Хотя на улице уже темно. Лучше было бы, если мы встретились чуток пораньше, пофотографировались. Но ничего, самое главное, походим. Я, кстати, остановилась все-таки на кроссовках. Хотя они не первой свежести. Просто у меня педикюр не самый лучший. Завтра, кстати, сяду, сделаю себе маникюрчик и педикюрчик обязательно. Уйдай, здесь авария. Проходи, да, проходи. Уйду. Уйду. Не смогла заснять. Ну да ладно. Пойдемся. Оказалось, здесь авария была, ребят. Вот такие моменты мне реально страшно становится ездить за рулем. Не призывай, не надо так. Да? Ладно, беру свои слова обратно. Из-за того, что на парковке нету места, мы крутимся, крутимся. Здесь, оказывается, сегодня выходной. Столько народа вышло на улице. Это ужас какой-то. Нам теперь обратно возвращаться на торговую. Чего вы все вышли на улицу гулять, а? Вот именно, когда мы решили. Вот день, когда мы гуляем. Что ж он дома-то не сидит совсем? Прямой репортаж с места событий. Наконец-то припарковались. Это Дэнис Мол, у которого нету бафт. Который как только открылся... Который как только открылся, начался коронавирус, и все молы закрыли. Смотрите на это. Айки идет. Он сам, он добровольно, прикиньте. Он попросился. Он просто не в курсе, что я не как его мама-спортсменка, которая может его таскать на кудруках. Кам-кам. Он собачку зовет. Он собачка. Тимойски, девочки, напишите в комментариях, подходит ли Айки. Конечно же, да. Что за вопросы? Это наш Дэнис Мол. Погода, конечно, вообще... Сегодня снимаю я, да? Сегодня в Баку. Баку очень красив ночью. Сейчас надо вот здесь сделать классные фотографии, чтобы на фоне было колесом. Погода тоже очень хорошая. Народу дофига просто. Еле нашли место, где можно припарковаться. Мы тут же Али выбираем, что нам снять для ТикТока. У меня с первой попытки, кстати, получился классный ТикТок. Но не прям такой супер, но пойдет. Выложим скоро. У меня сейчас 20-й получится. Красотка-подруга моя. Здесь сделали пару фотографий. Хороших тоже. Просто надо немножко обработать. И постоянно у нас Тимочка ревнует. Смотрите, какой сладкий мальчик. Ой, ой, ой. Обиделся он на нас. Мои хорошие. Клиенты Жоли. Заявляю официально, что у меня просто очень хороший метаболизм. И дело тут не в волшебстве, Жоли. А то ей все пишут, там звонят. Я тоже хочу есть, но худеть. Я говорю, это у Айки хороший метаболизм просто. Это только у меня так. Невозможно есть и худеть. Много есть и худеть. Жоли поражается мне, говорит, как ты столько ешь. Ну, у меня метаболизм хороший, потому что физических нагрузок никаких нет. Ну, я тебе так скажу. Твои клиентки есть, у которых прям офигенные просто результаты. Просто нужно придерживаться. Мы, кстати, встретили ее одну из клиенток сейчас. Да, привет еще. Ты моя радость, Тимка. Ты моя любовь. Это настоящая любовь. Мое счастье. Просто так. Ни за что. Просто из-за того, что ты есть. Да. Любовь матери. Он меня сделал самой счастливой на свете. В моей жизни. Странно, но за парковку у нас взяли очень мало денег. Хорошо. Ну, удивительно. Всего один монат за три часа. Может, какая-то ошибка непонятна. Ну, все, мои хорошие, я уже дома. Значит, у меня опять начала болеть правая рука. Я заметила, когда у меня тело переохлаждается, как-то у меня начинает болеть правая рука. Такие, знаете, странные боли. Прям тянущая такая боль. Непонятная из-за чего. Сначала я думала, возможно, это из-за стресса. Потом я поняла, что в моей жизни нет стресса. Теперь я понимаю, что это из-за холода. Потому что каждый раз, когда я куда-то иду, там бессирочек немножко дует, у меня сразу болит рука. Поднимаюсь наверх, жду лифт. Он уже приехал. Кое-кто сейчас прям вовсю подлизывался ко мне. Соскучился, малыш. Соскучился ты? Не делает. Как только включила камеру, уже все, стал такой скромняшком. Села читать комментарии, потому что когда уже выходила, только тогда запустила видео в ютубчик вам смотреть с распаковкой шейн. Я до этого говорила вам, скажу еще раз. Если вы думаете, что вы выводите меня из себя ничего подобного. Айка слон, айка железные нервы, как все вокруг меня называют. Я, на самом деле, очень спокойный человек. Просто хотелось бы донести до вас реально то, что у меня в голове. Многие люди говорят про толерантность, про какие-то такие, знаете, новые понятия и так далее. Каждый имеет право делать то, что он хочет. И при этом начинают писать вот постоянно мне под распаковками шейн. Вы видите название. Распаковка шейн. Если вам это не интересно, не заходите в это видео. Пишут, зачем тебе столько одежды? Купи себе одну вещь, не знаю, за 500 долларов и ходи с этой вещью год. Ребят, это мой выбор. Мне нравится, когда у меня много платьев. Мне нравится носить вещи, а потом, не знаю, через 3-4 раза потом вообще отдать ее кому-то, подарить и забыть про эту вещь. Я как бы к вещам особо не привязываюсь. Я очень люблю выбор. Мне нравятся модельки, мне нравятся качества. Я покупаю и хватит мне писать и навязывать свое мнение. У каждого человека свое мнение. Если вам нравятся мукбанки, смотрите мукбанки. Не смотрите распаковки, если это вас настолько раздражает. Опять же, каждый человек имеет право распоряжаться своими денежными средствами так, как считает нужным он. И вот эти вот вечные комментарии про то, что купи себе что-то от Гуччи.